Добрый день, здравствуйте наши дорогие гости, всем привет кто у нас присоединяется. Сегодня сделаем с вами эфир на обслуживание экскаваторов. Всем добрый день, наши подписчики. Привет коллегам Павловского посада, Оля. Всем добрый день. Добрый день. С вами Виктория Фомина, как вы уже наверное догадались. И Михаил Авдеев, и конечно Александр Штин. Да, всем здравствуйте. Мы опять в том же самом составе. Всех очень рады видеть. Давайте традиционно подождем 11.30 московского времени и начнем с вами наш марафон по сервисному обслуживанию экскаватора. Поставьте пока нам плюсики, как нас слышно-видно. Мы сегодня вот вещаем под открытым небом. Поставьте плюсики. Если хорошо слышно-видно, если какие-то проблемы, напишите нам в чат. Традиционно в качестве анонса, скажем, что сегодня в процессе эфира, как всегда, разыграем кепочку, наш приз от компании. Как вам можно устроиться на оператора-погрузчика? Хороший вопрос. Всем еще раз. Здравствуйте. Дело в том, что мы-то не занимаемся произведением работы. Мы производим технику. Но я думаю, вы, если подадите резюме какому-нибудь нашему клиенту, то вашу кандидатуру могут рассмотреть. Для того, чтобы вы были грамотным оператором, смотрите наши регулярные эфиры. Так, мы видим плюсики. Плюсики пошли. Число наших гостей увеличивается. Техника супер, спасибо. Мы тоже так думаем. Приятно слышать. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кому хорошо видно нас. Здесь мы ведем прямой эфир из Павловского посада. Поэтому нам очень важно понимать, что вы нас хорошо видите, слышите. У нас сегодня будет эфир, такой круговой обход вокруг машины. И не раз. Поэтому важно, чтобы вы нас хорошо слышали и картинка была хорошей. Ждем ваших плюсиков. А еще мне очень интересно, откуда вы. Вот мы сегодня, Московская область, Павловский посад. Центр Ферра Нордик, нашего официального дилера в России. И откуда вы, напишите нам, пожалуйста, пока у нас есть еще с вами буквально две минуты на знакомство. Еще был комментарий про сумасвалы А40Ф. Я думаю, мы можем взять одну из тем нашего будущего эфира. Мы закончим серию эфиров по экскаваторам. Вот, пошли. Ой, у нас какая география, Александр, обрати внимание. У нас просто действительно вся Россия. Да, отлично. Может быть, в коллеге еще кто-то есть из страны СНГ? Пока вижу только Россию. Да. Вологда. Вологда, отлично. Вологда даже нестает кооператор. Вологда у нас самый активный регион. Ну, там и Магадан, и Магадан мелькал. Киров. Еще на родину, да? Нет, ну, я там жил два года. Неужели у нас никого нету? Узбекистан! Так, кто у нас еще есть страны СНГ? Нет, видно Россия. Россия нас сегодня активно поддерживает. Казахстан, мне это ошиблась. Ну что, начинаем. Начинаем потихоньку. Что, давайте еще раз поздороваемся. Сегодня с вами в эфире Александр Штин, Виктория Фомина и Михаил Авдеев. Мы сегодня с вами сделаем небольшой такой обзор сервисной программы нефиничного экскаватора Вольво. Ну и, как всегда, по традиции, первое перед любым началом работ, надо быть готовым к этим работам. Для этого нам надо быть во всеоружии, что называется, в форме. То есть, обязательно сэйский шурс, защитные ботинки, рабочая одежда, жилетка, ну и каска или каскет. То есть, у нас Вика с дишей готовы. Так, Вольво 240 или какой? На каком сегодня мы экскаваторе показываем наш эфир, Валиде? Мы показываем на двух машинах. На 220 мы будем показывать натяжение гусениц. И на 350 мы будем показывать основные компоненты, на которых проводится обслуживание. Ага. Ну и, как мы уже с вами неоднократно говорили и показывали в предыдущих эфирах, то, что на двери оператора есть вот такая вот наклеечка, в которой содержится вся сервисная программа. И поэтому не будем переходить туда. Давайте сразу начнем с того, что же у нас делается на сколько? Моточасов, так называемые. То есть, первая отправная точка у нас в нашем пути, это, естественно, ежедневное обслуживание программы, ежедневное обслуживание, но мы его рассматривали в самом первом эфире, поэтому начнем с обслуживания еженедельного или на 50 часов. Итак, первая проверка – это проверка уровня масла в гидросистеме. Коллеги уже показали, то есть, контрольный столбик и положение машины, что самое главное, да, то есть, вот у меня на картинке оно тоже изображено. То есть, все цилиндры должны быть максимально выдвинуты, ковш поджат от себя. Так, далее мы с вами переходим к следующему пункту. На еженедельной основе надо сливать конденсат из топливного бака. То есть, вот у нас топливный бак, и под ним будет находиться штуцер для того, чтобы сливать отстой или конденсат из топливного бака. Так, давайте вернемся немножко к вопросикам. Сейчас паузу сделаем небольшую. Так, про дункер, как я говорил, правильно, то есть, это мы возьмем как тему эфиров, стрелу поставить правильно, да, то есть, стрелу надо обязательно опустить, рукой эти выдвинуть, ковш поджать под себя. Это будет правильное положение для осмотра уровня гидравлического масла. Итак, далее, следующий момент. Это у нас смазка основных узлов и агрегатов машины, смазка рабочего оборудования, делается раз в 50 часов, в некоторых случаях даже и чаще, если работаем в агрессивной среде. Да, и вот тут вот очень внимательно при смазке убедиться, что смазка, свежая смазка, выходит по всей окружности нашего пальца. Если выходит, вот как показано на картинке красным, то есть, с одной стороны, то оборудование надо обязательно пошевелить и просто шприцевать еще раз, потому что в противном случае смазка может не дойти до всей поверхности серующего пальца. Обязательно раз в неделю или раз в 50 часов проверяем натяжение гуси. У нас другая машина уже подготовлена, то есть, надо вот таким образом отжаваться. И померить расстояние от кромки нижней рамы до тратной гусеничной цепи. Перед этим не забудьте, пожалуйста, провернуть гусеничную цепь в разные стороны, то есть, вперед-назад для того, чтобы спирать грязь. Здравствуйте, слесаре, надо одевать каску. Да, то есть, всему персоналу, кто обслуживает машину, обязательно надо одевать каску или каскетку. То есть, это правила безопасности, требования такие у нас всегда присутствуют. Так, далее мы с вами давайте поднимемся теперь на струйку. И пока у нас коллеги заходят наверх, поднимаются на машину, я вам покажу, опять же, с точки зрения правил безопасности, что всегда, когда мы поднимаемся, у нас должно быть три точки опоры. Две руки, одна нога, или две ноги, одна рука. И при этом мы будем с вами безопасно подниматься на машину. Да, уважаемые зрители, при обслуживании техники тоже обязательно надо одевать каску или каскетку. Это требования техники безопасности. Не забывайте про это, пожалуйста. В руководстве оператора это тоже отмечено и описано. Итак, наверху, что мы с вами здесь делаем на еженедельной основе, или на три точки опоры, все правильно, при обслуживании 50 моточасов. Это проверка уровня антифизы еще у нас смотрится. То есть, отслеживаем, что уровень был между минимумом и максимумом. Это уровень масла в двигателе. Если можно в двигателе проверять на ежедневную основе, но так как у нас есть датчик уровня в системе двигателя, то тогда необходимо... Ну, пошли на уступки, да, и проверяем раз в 50 часов. Еще, так, спасибо за пожелание удачного эфира. Еще если у нас есть опция дополнительного водяного сепаратора, так как здесь нет датчика наличия воды в сепараторе, в дополнительном, то тоже слив осуществлять минимум один раз в 50 часов. И на этом у нас обслуживание еженедельное или раз в 50 часов заканчивается. Переходим к обслуживанию 250 часов. Что же у нас здесь будет включаться? Сюда мы подразумеваем проверку уровня в редукторе поворота. Сейчас намеш... А, да, вот он отлично виден сейчас, миша у нас в центре экрана. Очищаем воздушный фильтр кабины грубой, который, да, кабины наручного воздуха. Коллеги подготовили уже, да, то есть вот его продули, прочистили и, что называется, да, все, можно его ставить обратно, да, чтобы дышать, что называется, свежим воздухом. И проверяем, с ней уже меняем масло в масляном предочтитель воздуха, то есть машина оснащена в данном оборудовании, да, поэтому обязательно заливайте масло в масляную ванну такое же, как у вас заливается в двигателе, чтобы зимой оно у вас не замерзло и все работало исправно. Итак, давайте теперь спустимся и посмотрим, что у нас будет включать в себе ТО-500. Опять же напоминаем про правила техники безопасности, по три точки опоры при подъеме, спуске с машины. И, а, так, 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 да, Миша, правильно, 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 Миша, мы забыли на 250 еще смазку поворотного круга. Переходим вот сюда и здесь обращаем ваше внимание, что вот это вот точки для консистентной смазки, они у нас смазываются один раз в 250 часов по 2-3 качка туда. Помните, что допускается небольшой выход смазки из-под уплотнения поворотного круга, но небольшой это прям вот именно совсем чуть-чуть, потому что если будет много, есть риск того, что вы выдавите сальчик поворотного круга, поэтому в данном узле, не как в остальных узлах по добавлению консистентной смазки, важно не переборщить с маской. Итак, переходим тогда уже дальше обратно в насосный отсек. На машинах выше 360-й масляные фильтры двигателя будут располагаться в районе гравлических радиаторов. Здесь же у нас масляный фильтр, вот он располагается. Ну, естественно, вместе с масляным фильтром мы сливаем масло из двигателя и при установке масляного фильтра двигателя не забывайте заполнять его маслом. То есть для масляных фильтров двигателя, чтобы не порвать фильтрующий элемент в момент первого пуска, мы заполняем его маслом. И снизу у нас будет точка для слива масла и одновременно с масляными фильтрами двигателя меняем топливные фильтры. В стандарте у нас всегда идут два фильтра, это тонкая очистка и грубая очистка, или топливный фильтр, или фильтр-сепаратор. В дополнении может еще стоять фильтр дополнительного водяного сепаратора и его картридж тоже меняется в этот же интервал. В зависимости от качества топлива и от условий работы, то есть интервал этот может быть уменьшен. То есть с 500 часов, например, до 250, а в некоторых случаях даже еще реже. Так, давайте теперь тогда пойдем к очистке радиаторов. Переходим на другую сторону машины. Радиаторы тоже надо чистить минимум в один раз в 500 часов, может быть даже чаще, если они забиваются, то есть они должны быть такие прозрачные все. Если нет, очищайте паром их или воздухом продувайте. И раз в 500 часов обязательно контролировать уровень электролита в аккумуляторных батареях. То есть у нас, так как машина 350, аккумуляторы располагаются в отсеке с радиаторами, в некоторых машинах, не забывайте, он может располагаться, аккумуляторы могут располагаться в инструментальном ящике. И еще здесь же у нас... Нет, это рановато. Вика для проверки уровня. Давайте закончим с 500 часами, то есть надо обязательно еще продуть воздушный фильтр, салонный фильтр кабины, чтобы у нас, опять же, оператор дышал свежим воздухом. А вот теперь переходим к обслуживанию в 1000 часов. Давай мы свернемся к редуктору хода и раз в 1000 часов проверяем уровень масла в редукторе хода. То есть вот у нас верхняя пробочка, level, это контроль уровня. Потому что часто машина работает в заболоченной местности и течи за редуктор хода, ее не видно визуально. Поэтому вот контролировать надо обязательно. Потом переходим, опять же, раз в 1000 часов не забываем смазывать петли дверей. У нас тут тоже есть такие тавотницы. И сюда же немножко консистентной смазки, да, можно добавить. Вот. И теперь давайте пойдем еще тоже проконтролируем уровень и качество смазки в поворотном... в бане поворотного круга. Да, в зависимости от модели машины, вот такой лючок может располагаться, либо как у меня на картинке в инструментальном ящике, либо вот где-то в районе основания стрелы. Соответственно, надо его вскрыть и оценить качество консистентной смазки. Там не должно быть воды, там не должно быть эмульсии. Смазка должна быть в общем-то чистой. А если у вас там появилась какая-то эмульсия, ищите, откуда туда вода попадает, и, соответственно, меняйте смазку в ванне поворотного круга. Вот. Теперь мы перейдем дальше к гидравлическим фильтрам. То есть можем перейти опять обратно в насос на отсек. Делаем уже который круг вокруг машины. Вот. И меняем вот фильтра серво-системы. И сверху идет фильтр дренажной системы. Первый раз меняется на 500 моточасов, потом меняется один раз в 1000. Так, давайте вопрос у нас есть. Какая смазка лучше? Ну, в целом мы рекомендуем смазку Вольво. Если нужна какая-то альтернатива, открывайте, пожалуйста, сервисные, ой, сервисное, операторское руководство, и там будет табличка с смазками альтернативы, какая вам будет более удобно, такую можете выбрать. Итак, потом еще нам на обязательно 1000 моточасов надо поменять масло в редукторе или в редукторах поворота. Проверяем натяжение ремней двигателя. Проверяются они по рисочкам на автоматических натяжителях. Обязательно, если у вас есть опция оповещения о перегрузе, проверяйте, работает ли у вас эта опция. То есть для этого достаточно активировать ее на кейпаде и задрать стрелу вверх до упора. У вас должно сработать оповещение в дисплее оператора. На 1000 часов надо снимать показания матриц и считывать параметры работы машины через техтуру с сервисным компьютером. И опять же каждую 1000 часов проверяем смазку, уже заговариваюсь, крепление основных узлов и агрегатов на машине. То есть это крепление двигателя, крепление металлических насосов, редукторов и так далее. Далее мы переходим к обслуживанию каждые 2000 моточасов. И начнем мы с основного фильтра воздушного двигателя. Его рекомендация есть менять каждые 2000 моточасов, либо если вы его уже продували 5 раз, очищали, то тогда он тоже подлежит замене. Очень будьте внимательны и аккуратны при очистке, при продувке этого фильтра, чтобы его не повредить. Если видны какие-то повреждения, то этот фильтр обязательно менять. У вас двигатель в противном случае долго не прослужит. Так, ну вот этот внутренний фильтр ведь нам менять не надо. Пока, пока. Пока, да, на 4000 часов. Ну вот вытащился он у нас в месте, ничего страшного. Так, опять же на 2000 моточасов мы с вами меняем воздушные фильтра кабины. Тот, который стоит внутри и тот, который стоит снаружи. Их, давай тогда поставим на место вот этот фильтр и поднимемся обратно на надстройку. Поднимаемся вверх. И, соответственно, вот этот фильтр, который мы продували на 250 часов, будем менять на 2000 обязательно. Опять же, один раз в 2000 часов. Проверяем концентрацию охлаждающей жидкости, раз мы подошли к расширительному бачку. То есть смотрим точку кристаллизации, точку замерзания. Возможно, в некоторых случаях надо будет долить концентрацию для того, чтобы подготовить машину к зимнему периоду. И на 2000 часов мы меняем масло в гидравлической системе. То есть сливаем масло с бака. Не забывайте сливать масло с заборного патрубка, который идет на насос. Там есть пробочка. И одновременно меняем фильтра возвратной гидравлической жидкости. Да, вот этот, конечно. И прочищаем сетку заборного фильтра. Если сеточка каким-то образом повреждена, то тогда мы его тоже меняем. Так его менять не надо, его достаточно прочистить. Ну и одновременно с фильтрами гидравлической системы мы заменяем фильтры картриджа в сапунах. То есть вот у нас сапун гидравлического бака, и вот у нас сапун гидравлического бака. Не забывайте, что если у вас есть, как на этой машине, масляная ванна, то мы обязательно раз в 2000 часов, а может быть и чаще, надо промывать вот эту сетку в фильтре масляной ванны. Ну и опять же не будем уже спускаться вниз. На 2000 моточасов мы с вами меняем масло в редукторах входа. Соответственно, теперь сливаем масло и заполняем его как положено. Далее у нас обслуживание 4000 моточасов. На 4000 моточасов у нас обязательная регулировка клапанов, проверка зазоров в механизме клапанов двигателя. И на 4000 мы рекомендуем менять вторичный фильтр воздушный. И вот здесь у нас как раз время подходит к нашего опроса, нашего розыгрыша традиционного. Саша, еще про шланчик для слива, который у нас используется. Ну давайте тогда мы уже закончим. То есть шланчик для слива. Вернемся к 6000 моточасов теперь. Например, на 6000 моточасов мы сливаем антифриз из системы охлаждения как раз с помощью вот этого шланчика. Или будем менять гидравлическое масло тоже с помощью вот этого шланга, который идет вместе с машиной традиционно. То есть при наворачивании у него происходит слив рабочей жидкости из системы. Ну и теперь давайте тогда в конце нашего эфира мы проведем наш розыгрыш и вернемся вот к этому фильтру, вторичному картриджу в нашей системе очистки воздуха. Как я уже сказал, меняется он один раз в 4000 моточасов, но сколько замен первичного воздушного фильтра может, ну скажем так, выдержать вот этот фильтр? То есть через сколько замен первичного воздушного фильтра меняется вторичный? Напишите, пожалуйста, цифру в комментариях и, как всегда, первый правильно написавший получит приз от нашей компании. Так, у нас есть первый ответ неправильный. Да, ответ неправильный. Напишите, пожалуйста, ваши ответы. 8, нет, 8 это очень много. 2000 моточасов это абсолютно правильно, то есть он меняется один раз в 4000 моточасов, но если вы несколько раз поменяли фильтр первичный, то вам надо менять еще и вторичный, раньше 4000 моточасов. 4 и 5 это много, 2 это мало, как мы с вами говорили. То есть тоже будет правильным у нас. Следите, ждем правильного ответа. Два с половиной. Да, за чувство юмора. Леонид, вы в конкурсе не участвуете, потому что это нечестно. Я видел ответ, но это не... Он был правильный, но вы больше в конкурсах у нас не участвуете. А то такое ощущение, что только вы у нас выигрываете призы. Все кепки у нас забрали. Да, от Леонида я хотел бы получить комментарий, получил ли он нашу кепку с автографами. Так, у нас вот Артем Сироткин правильно написал, три раза. Поздравляем, вы выиграли у нас кепочку. Да, а на Леонида у нас пока будет бан на несколько предыдущих исследований. Вопрос у нас был, сколько замен первичного фильтра требуется для замены вторичного фильтра воздушного двигателя. Правильный ответ три раза. Артем у нас, наш подписчик, правильно ответил, и мы с ним свяжемся, потом обязательно передадим. Леонид у нас получил кепку. Ну вот, отлично. И мы рады. Вот видим, Вика выполняет роль механика, собирает фильтра на места. Так, у нас какой-то вопрос еще. Так, чем чистить мойкой высокого давления можно? Это, наверное, я думаю, вопрос был относительно очистки радиаторов. Там, если откроете руководство оператора, то там написано, что можно и мойкой высокого давления, есть небольшое ограничение по давлению и по расстоянию между шоклом мойки и радиатором. По-моему, не ближе там 40 сантиметров что-то такое было. Поэтому откройте, пожалуйста, руководство оператора и прочитайте. Если у вас нет руководства оператора, напишите нам в директ, мы вам тогда отправим конкретно по вашей машине именно вырезку из руководства оператора. Ну, а на этом, наверное, у нас уже время подходит прощаться. Коллеги, вы хотите спуститься с машины и, так сказать, попрощаться с земли? Да, вернуться на родную землю. Ну, раз вам так комфортнее, давайте так и сделаем. Вика, Миша, спасибо вам большое. Спасибо нашим зрителям. Спасибо вам большое. Всем удачи. За эфир. Спасибо нашим зрителям. Всем удачи. Давайте сделаем небольшой анонс следующего эфира. Следующий эфир у нас будет по правильному прогреву машины и правильной остановке машины. То есть, какие операции, что надо сделать. А так, всем нашим зрителям большое спасибо. Ждем вас через неделю в это же время. Саша, я еще перебью, что следующий эфир у нас планируется с прямым включением из Киева с нашим официальным дилером ГТС. Да. Спасибо, коллеги. Всем всего доброго. До свидания. Продуктивной рабочей недели. Счастливо. Всем до свидания. До свидания.